Спортивная среда Я бежал последний, там бегут от худшего к лучшему, и поэтому я лучший был на той трассе первой, и меня поставили в самый конец. И бежать с нервами проблемы могут быть. Несмотря на все трудности, Максиму удалось завоевать две медали Европейского чемпионата. Золото в личном зачете в категории «Медиум» и серебро в составе сборной России. Выступление Ивановцев на первенстве России по тэквондо среди юниоров принесло сразу две медали. Маргарита Казанская удостоена золота. Илья Данилов бронзовый призер турнира. О том, как достались эти победы в нашем материале. Успех приходит к тем, кто умеет ждать и усердно трудиться. Мастер спорта по тэквондо Маргарита Казанская убедилась в этом на своем опыте. Несколько лет кропотливой работы привели сразу к нескольким крупным победам. У меня всегда было желание тренироваться, всегда хотелось драться. Были, конечно, моменты, когда уже все, думаю, не получается. Вот последний год, наверное, был у меня проигрыш, одни поражения с поражением. И думаю, нет, надо все-таки собраться, чтобы это все было не зря. Столько лет тренировок. И вот собралась с мыслями, настроилась. И последние турниры чемпионат России среди студентов тоже выиграла, который был отборочный на универсиаду. Молодежка выиграла всероссийский турнир в Рязани, мастерский турнир выполнила норматив мастера спорта. У Ильи Данилова бронза первенства России среди юниоров. Чтобы завоевать медаль, провел четыре боя. Несмотря на то, что соперники оказались на 2-3 года старше, боролся до последнего. Илья пришел заниматься тэквондо в 6 лет. Скажем, уже этому виду спорта он посвятил 10 лет, больше, чем полжизни. Но всегда отличался, скажем, трудолюбием в первую очередь. Ну и плюс, конечно, очень хорошие данные. Вот уже где-то со 2-3 года он попал в лидеры в своей возрастной категории. И, в общем-то, уже на протяжении всего этого времени показывает всегда очень хорошие результаты. В его копилке уже три медали. Это с первенства России. В копилке его это победа в первенстве Европы в Будапеште 2 года назад. И надеемся, что еще международный старт его ожидают. Плес с его извилистыми улицами и живописными ландшафтами облюбовали не только туристы, но и велосипедисты. В городе на Волге прошел третий веломарафон «Милая гора». На выбор три дистанции. Детская, 30-километровый полумарафон и 60-километровая трасса для профессионалов. Часть маршрута пролегает по старинным улочкам Волжского городка. Есть и экстремальные участки. В некоторых местах подъемы настолько крутые, что подняться на них на велосипеде практически невозможно. Трасса замечательная. Там присутствует и асфальт, и грунт, и знаменитая плеска, значит, брусчатка булыжная, булыжная, мостовая. Самая, кстати, опасная с точки зрения поведения байка в дождь. И лесная почва, и поля. Как и обещали, продолжаем знакомить вас с новичками команды «Текстильщик». На этот раз на очереди Максим Гайдуков. Максим родился и вырос в Волгограде. Еще в детстве интерес к футболу пересилил остальные виды спорта. Меня родители по всем секциям возили. Там и гимнастикой долго занимался, и дзюдо, и единоборствами другими. А потом в Академию ротора забрали в 12 лет, и все, и выбрал футбол. Максим пытался всегда держать баланс между учебой и спортом. Закончил школу с золотой медалью и поехал в Москву. Поступил в РХТУ Менделеева, это химико-технологический в Москве. И там играл еще за молодежку Долгопрудного на КФК. И потом, через год, появилась возможность. Олег Александрович Веретенников возглавил ротор по второй лиге. И я там через знакомых как-то просмотр себе организовал. И сказали, оставляем, подписываем. И все. Я в этот же день купил билеты, поехал в Москву, отчислился и перепоступил в Волгоградский. Потому что там сессия закрыта не была, и я не мог перевестись, чтобы год не потерять. Пошел на жертвы и ни о чем не жалею. До текстильщика Максим Гайдуков играл в команде «Знамя труда», с которой красно-черные провели свой заключительный матч ПФЛ. Максим не женат, а в городе-невест такое семейное положение весьма уязвимо. У меня есть претендентка одна, но пока шансов нет в Ивановске. Пожелаем успехов нашей команде. Только на этой неделе текстильщик проведет два выездных матча. 24 июля с «Краснодаром-2», а уже 28 июля с командой «Томь». На этом у нас все. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова